МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. Прошу не путать. Главный санврач области сделал заявление по отмене масочного режима. Три года колонии за 59 тысяч тенге. Майора полиции приговорили за взятку. Негативный поток. Известный психолог видит в участившихся депрессиях воздействие фастфуда из соцсетей. Зайдается рамка мышления. Нам не просто говорят, что произошло, а нам говорят, что мы должны думать по поводу того, что этот факт свершился. Мисс Весна. Школьный конкурс красоты прошел в Павлодаре. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в Павлодарской области. Это впервые с начала пандемии, объявленной в 2020 году. Между тем, сегодня появились новые послабления карантина для регионов с желтым и зеленым статусами. Коснулись они объектов образования. Что именно разрешили, узнал Артем Клеван. Нулевая регистрация коронавируса у нас. Настоящий успех. В других регионах Казахстана за два года пандемии бывали случаи, когда статистика опускалась до таких показателей. У нас же в основном эпидситуация всегда была напряженная. По словам главного санврача области, причины для радости есть и другие. Касается это школ и детских садов. Это образование, отмена проведения утреннего фильтра, то есть термометрии, что еще, а также отмена приложения, используемое приложение, мобильное приложение АШИК на объектах образования. Это все, что касается для регионов, находящихся в желтой и зеленой зонах. Предстоящий праздник на Урыс при этом проводить масштабно все равно нельзя. Собирать всю школу или детский сад в актовом зале запрещено. Стоит отметить, ранее объявили и о других послаблениях. В частности, в желтой и зеленой зонах отменили проект АШИК, обязательную термометрию и соблюдение соцдистанции в магазинах, объектах культуры, а еще соблюдать масочный режим. На открытом воздухе не обязательно. Маски не обязательно. Температуру, конечно, каждый контролировать должен себя и замерять. Вот и все. Сейчас же ослабили у нас, получается. Как бы прям так сильно уже не навязывают. Одевать кто хочет уже, как бы для себя. Если просят, я обязательно надеваю маску. В основном я ее и не снимаю, только на улице. Привыкли, да? Да, потому что все равно же люди все равно болеют, умирают, все равно приходится. Кстати, после отмены масочного режима на улице, предприниматели столкнулись с проблемами. Жители послабления трактуют по-своему и в магазинах принялись доказывать, что и в помещении средства защиты боли не нужно. Санврач области отметил, это мнение ошибочное. Арсюм Клеван, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Информационный гет-токс. В Павлодаре люди все чаще стали обращать внимание на ухудшение самочувствия, сна и даже психические расстройства, говорят эксперты. Все это на фоне повышенной тревожности из-за потока негативных новостей из социальных сетей. Этим умело пользуются так называемые провокаторы, которые через мессенджеры совершают рассылки, играя на чувствах толпы. Как не сойти с ума в онлайн-серфинге, лент, интернет-издании и что важно знать, расскажет Артем Буланов. Найти свой рецепт хорошего настроения в это время года непросто. Серое небо, пронизывающий ветер только добавляют грусти. Катастрофическая нехватка витамина D и постоянное залипание в экраны компьютеров и гаджетов только добавляют тревожности. Сергей трудится в крупном офисе, признается, спрятаться от негатива стало почти невозможно. Социальные сети буквально загоняют в угол. А сейчас рассылка идет еще и через мессенджеры. Я с этим вполне согласен. Очень много даже в интернете, в тиктоке смотришь. Бывает, захожу в чат-рулетку, там много очень негатива. Вообще, абсолютно. Я как бы против таких. Часто выступаю, даже есть блогеры многие. Даже, можно сказать, интриганты натуральные. И создают агрессию среди людей. Получается, ну как, нацебу. Нездоровая ситуация. Конечно, нездоровая. Некоторые люди, которые не понимают, они сразу как бы начинают, клюют, как говорится, на их интриги. Вы замечали, что зависимость, кажется, от соцсетей или такого прям нет? Есть. Есть. То есть, утро начинаете с соцсетей, честно? Да. А вечер заканчиваете? Тоже. Я стараюсь мечтать. Просто мечтать. Провокаторы и интриганты, как их назвал наш собеседник, не подают новости. Они лишь интерпретируют их, манипулируя общественным мнением. Известный в Казахстане психолог Татьяна Кравцова уже давно заметила эту тенденцию в интернет-пространстве. Эту идею интерпретации фактов мы подхватили социальные сети. И на сегодняшний день мы не новости смотрим. Мы не просто получаем интерпретацию чью-то. Мы не знаем, чья это интерпретация. С той стороны экрана может быть человек эмоционально нездоровый. Может быть человек, который преследует какие-то интересы небольшой группы. По сути, это информационная война. Еще один важный фактор. Люди разучились получать серьезную аналитику и большие потоки информации. Сейчас чем короче и быстрее, тем больше ответной реакции. Другими словами, новостной фастфуд из мессенджеров и пабликов. Сейчас люди узнают новости, которые не являются новостями. Задается рамка мышления. Нам не просто говорят, что произошло, а нам говорят, что мы должны думать по поводу того, что этот факт свершился. И согласитесь, намного проще, когда тебе предлагают готовую реакцию. Уже не нужно колебаться, не нужно негодовать или наоборот удивляться. Все понятно? Поток неконтролируемой негативной информации способен привести к реальному стрессу. Причем женщины подвержены его влиянию больше мужчин. Поэтому эксперты советуют больше жить в реальном мире. Заниматься спортом, найти хобби. И никогда и ни при каких обстоятельствах не вступать в битвы с комментаторами в социальных сетях. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбез». Павлодаре любительницу выпить могут ограничить в родительских правах. Пожаловались на неблагополучную семью полицейским соседи. Стражи порядка были шокированы увиденным. Все подробности, а также самые проверенные факты и публикации в обзоре телекомпании «Ирбез». Факты, факты и ничего кроме фактов в инстаграм-аккаунте «Ирбез.тв», а также сайте «Ирбез.тв.кз». Полицейские, приехавшие по вызову соседей, обнаружили в квартире мать с двухлетним ребенком. В гостях находились сомнительные люди, которые распивали алкоголь. Сообщается о том, что полицейские стали свидетелями полной антисанитарии и отсутствия продуктов для ребенка. Женщину доставили в вытрезвителя, а малыша в специализированное учреждение. Все материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних, где рассмотрят вопрос об ограничении в родительских правах. Бедный ребенок. Жалко малышку. Почему ребенок для мамы перестал быть приоритетом? В инстаграм-аккаунте телекомпании «Ирбез» большой резонанс вызвала новость о резко остывших батареях в квартирах горожан. Люди не исключают, что «Монополист» просто стал занижать параметры с приходом весны. Катаева 105. Холодно. Днем горячей воды нету. Очередное отключение параметров, как всегда. А деньги не забывают полностью с нас взять. Когда уже разберутся с тепловиками. Совсем идет полный беспредел. Тарифы не трогают. Зато увеличивают объемы потребления, несмотря что имеется теплощутчик. Телекомпания «Ирбез» подготовила большой праздник для своих зрителей. Весенний концерт. Встретим долгожданный Наурыз все вместе у своих экранов. Сотрудники телекомпании «Ирбез» в роли ведущих звезды казахстанской эстрады в гостях. Ждем вас у своих экранов 22 марта в 16.00 и 23 марта в 11.00. В Павлодаре майоры лишили свободы за взятку. Сегодня 41-летнему экс-начальнику отделения административной полиции озвучили приговор в суде. Сумма вроде бы небольшая – 59 тысяч тенге. За столь скромные вложения удалось изменить уголовное дело на административное. Правда, когда факт выявили, протокол аннулировали. В суде стало известно, Павлодарский майор полиции, вместо того, чтобы открыть уголовное дело по факту ДТП, повлекшее причинение вреда здоровью человека, составил обычный протокол за нарушение правил маневрирования. В итоге, вместо грозившего штрафа до 460 тысяч тенге, водитель отделался взысканием в 15 тысяч. Фактически нарушения правил маневрирования Рахимбек допущено не было. И административный материал в последующем в отношении Рахимбек был, данное постановление было отменено и производство по административному материалу прекращено. Кроме того, в отношении Рахимбек было зарегистрировано дело в едином реестре досудебных расследований и в настоящее время ведется досудебное расследование по данному факту. Кстати, известно, водитель наехал на пешехода, который получил перелом пальца ноги. Сейчас расследование уголовного дела по этому факту продолжается. А вот майор полиции за получение взятки в значительном размере оказался в суде. Ваша вина доказана материалами уголовного дела, материалами негласных следственных действий, вашими показаниями данного в ходе досудебного расследования, показаниями свидетелей и другими материалами дела. Приговором суда экс-начальник отделения административной полиции получил три года лишения свободы. Это минимальное заключение из возможного. Учли трех малолетних детей, частичное признание вины под стражу 41-летнего мужчину взяли в зале суда. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Ну а далее экономический блок, дежурная на этой неделе Александра Петрова. Саша, здравствуй. Что с ценами на овощи? Потому что цена на крупы и на сахар, по-моему, только растет. Вот сельхозводпродукция тоже не дешевеет. Привет, Владимир. К сожалению, ты прав. Здравствуйте. В целом за февраль цены на продукты поднялись еще на 1,2%. А годовое удорожание составило пессимистичный 10%, сообщает «Энерджи Пром». Рост цен на продовольствие за последний месяц сильнее всего ощутили жители столицы, Карагандинской и Туркестанской областей. Менее всего в Шемкенте. Что касается овощей и фруктов, за год значительно увеличилась стоимость белокочанной капусты на 89,6% до 169 тенге за килограмм. Свекла подорожала на 71% до 242 тенге. Морковь на 26,7% 149 тенге за кило. Картофель плюс 21,3% 148 тенге. Среди фруктов заметно подорожали курага, лимоны и бананы. А теперь полезная и вкусная новость. В период простуд и авитаминоза не заболеть помогут натуральные продукты, такие как мед. Самое свежее янтарное лакомство вы сможете найти в отделе «Мед Алтая». Он расположен по улице Естая, 81 в торговом доме «Квазар». В ассортименте элитные сорта душистого нектара. Приятно удивят цены. За 1 кг всего 1500 тенге. Действует акция. При покупке килограмма элитного меда, килограмм цветочного в подарок. Спешите. В завершение курс валют. В павлодарских обменниках доллар продавали по 520 тенге, евро по 585. Рубль стоит 5 тенге 20 тен. Это были бизнес новости. Владимир. Благодарю, Александра. Спасибо. Сейчас короткая реклама за тем вот, что вас ждет. Затопило подвал. Три недели задыхаются жители павлодарской многоэтажки. Мобильное приложение. Видео с жалобами зрителей. Самые-самые. В Павлодаре прошел конкурс красоты среди школьниц. И, как всегда, самая актуальная коммунальная сводка в специальном информационном блоке. Скоро продолжим. Весенняя распродажа обуви уже в вашем городе. Успей до повышения цен. Вся обувь от 6500 и выше. Обувь для вытирающей косточки, широкого гранича и высокого подъема. Всего от 6500 тенге. Когда я одела на гамбарыня. Чудо. Приходи и успей забрать свою пару. Только с 16 по 27 марта. Улица Конституции 1. Дом культуры Естая. Гоу в Наурос. Сад по желдос. Купи билеты тиражных и моментальных лотерей на 5000 тенге и прими участие в акции Наурос Гоу. 16 апреля разыграем 20 призов по полмиллиона тенге. Билеты в точках продаж, в отделениях почты или онлайн. Подробности на sz.kz. Мало телеканалов? Низкая скорость интернета? Алма-ТВ решит эту проблему. Подключайте выгодный тариф Optima Plus всего за 3950 тенге в месяц. Более 85 лучших телеканалов. Скорость интернета до 50 мегабит в секунду. Салма-ТВ выгодно. Более подробную информацию можно узнать, позвонив в контакт-центр по номеру 8705-925-0533. Три недели задыхаются в доме жители Павлодарской многоэтажки. Они утверждают, что подвал залит канализацией и сточными водами. Винят люди КСК. Говорят, платят исправно, но обслуживанием по факту никто не занимается. Сейчас экстренно собирают крупную сумму на ремонт. Подробности узнал Ильяс Рамазанов. Эти кадры в редакцию Ирбиса прислали жители дома по адресу Кудайбердиева, 6. По словам жильцов, запах в подъезде был всегда, но в обслуживающей организации о проблемах с канализацией умалчивали. А когда жители сами зашли в подвал, пришли в ужас. В этом доме я живу с 2003 года, ну, наверное, лет 10 я прожил, после этого вот это и пошло. То есть топят и запах стоит. Как только к лифту подходишь, начинается вот этот неприятный запах. Соответственно, теперь через КСК решаем этот вопрос, ну, продвижение ноль. Теперь сами жильцы мы собираемся и хотим, как бы, сами сделать что-то своими средствами. Сдаем вот по 25 тысяч, чтобы сделать ремонт в подвале. Потому что, да, в подвале и сыра бывает, и труба уже ржавая. Если, как у нас соседи говорят, рванет, то потом еще все дороже обойдется. В последние три недели запах в доме ужасный. Он доходит до верхних этажей. Дышать даже в квартире противно, жалуются люди. В же инспекции прокомментировали ситуацию. Говорят, пахнуть стало из-за подпоров на сетях компании «Монополиста». Но в такое положение жильцы завели себя сами. Кидают пищевые отходы, бросают средства личной гигиены. Поэтому это все, как бы, в системе забивается и происходит подпор. По заявкам в следующей организации данные подпоры были устранены. На сегодняшний день подвальное помещение проходит просушку, очистку и санитарную обработку. Засоры в канализации по вине жителей – проблема частая, говорят в же инспекции. Жильцам Кудайбердеева-6 посоветовали не надеяться только на КСК, но и самим контролировать состояние подвала. Илья Срамазанов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». На первом этаже в подъезде дома на Камзино нет перил, жалуется инвалид второй группы. Выйти из дома он не может. Проблему сняли на камеру телефона и отправили в редакцию «Ирбиса». Конкретный адрес, ну и не только это, в мобильном приложении. Смотрим очередной подборку. Камзино-62, седьмой подъезд. Инвалид второй группы просит установить перила на первом этаже, чтобы была возможность выходить на улицу. А сейчас здесь с одной стороны горячая батарея, с другой держаться вообще не за что. Добрый день, обращаются к вам жители Ткачева-3, подъезд четвертый этаж, десятый. Вот в таком состоянии у нас провода ***, вот в таком ***, посмотрите, что у нас творится на стенах. Вот в таком состоянии у нас провода ***, и вот такой бардак выходит нам на тех этаж. Прошу принять меры и устранить вот эти все сопли, висящие в нормальный человеческий вид. Сделайте все в кабель-канал и закройте в конце концов вот эти вот все висящие провода. Остановка, площадь Конституции на Химгородках. Смотрите, мусор. Уже зима заканчивается, свету нету, мусору. Зима заканчивается, остановка ни разу нормально не работала. Спасибо, хоть поставили, чтобы отапливалось. Площадь Конституции. Пройти флюорографию бесплатно и без направления приглашают павлодарцев. В центре физиопульмонологии день открытых дверей. Акцию проводят в рамках месячника по профилактике туберкулеза. Туберкулез излечим. Под таким лозунгом в Павлодаре развернули профилактическую кампанию. Медики напоминают, флюорографию необходимо делать раз в год. До 24 марта в этом флюкаре на Камзина 275 обследование может пройти любой желающий. Направление не нужно. У нас в области немало жителей, которые не застрахованы. Они прикреплены по каким-то причинам поликлиникам, по месту жительства. Те пациенты тоже могут прийти в наш центр физиопульмонологии и пройти бесплатно флюорографическое обследование, лабораторное исследование и консультацию специалистов-тизиатра. В Павлодарской области туберкулез успешно лечат и выявляют на ранней стадии. Применяют ПЦР-метод. Экспресс-обследование позволяет обнаружить палочку Коха за два часа. Чтобы не пропустить болезнь, тревожные симптомы должен знать каждый. Если длительное время, в течение двух недель беспокоит общая слабость, кашель в течение двух недель, температура длительная сохраняется, нужно немедленно обратиться к терапевту по месту жительства в поликлинику. По данным медиков, за 10 лет заболеваемость туберкулезом в Павлодарской области снизилась в два раза, смертность в пять раз. Сегодня на учете в диспансере 550 больных с активной формой. Все получают необходимое лечение. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Праздничная рубрика «В преддверии наурызов». В новостях мы будем напоминать о старинных обрядах и традициях казахского народа. Каждый с особым таинством и порядком, сложившимся веками. Сегодня об искусстве войлоковаляния и о лоскутном шитье. Для кочевых народов основным видом текстиля был войлок. Этот материал служил степнякам на протяжении всей жизни. Из него изготавливали предметы быта, одежду, снаряжение для лошадей. Считалось, что войлок оберегает от злых духов. Сегодня к старейшему искусству прикоснулись ученики гимназии имени Абая. Эти дети на сегодня являются первыми учениками этого центра, потому что этот центр открылся всего месяц назад. И первыми учениками именно по рукоделию, по именно лоскутному шитью и войлоковалянию являются ученики этой гимназии. Это ученицы шестого и седьмого класса. А лоскутная техника шитья у казахского народа называется курак. Такие изделия умелицы создают в приданное своим дочерям. Это курпе одеяло. Мне очень интересно узнавать техники шитья, которыми владели наши бабушки. Люблю заниматься рукоделием, поэтому с радостью пришла в центр. Уже успела сделать из войлока несколько изделий. Видеть результат работы очень приятно. Общим результатом работы центра прикладного искусства станет масштабная выставка. В экспозицию войдут творения первых выпускников. Масштабным концертом отметил юбилей ансамбль танца «Нур». К нему артисты готовились продолжительное время. На сцену перед зрителями выходили как в первый раз. Сказался перерыв из-за карантинных ограничений. Тем не менее, произвели фурор. Был впечатлен и Азамат Айтхалин. На главной сцене города в полном составе. Всего в ансамбле 18 человек. Но сегодня коллектив расширен. Привлекли юных последователей. Таким образом поддерживают объявленный президентом страны «Год детей». В репертуаре более 30 номеров. Для зрителей подготовили сюрприз – премьерную хореографическую постановку. В основном наши номера – это казахская программа, с которой мы начинали. И, соответственно, добавлены новые номера, новинки, премьера номера, совмещенные номера с гостями. То есть такая программа разноплановая, многожанровая. Просто порадовать зрителей. Артисты признаются – есть волнение. Но на сцене оно переходит в наслаждение от выступления. Вот это именно ощущение присутствия зрителя, его эмоции, аплодисменты, энергия от зрителя – это, конечно, будет непривычно для нас. Так как до этого мы работали в период пандемии только онлайн-концерты. И там, почему-то, немножко другой формат был выступлений. Это очень волнительно. Еще учитывая, что долгое время не было концертов, мы его очень сильно ждали. Поэтому на нас лежит большая ответственность. Порадовать наших любимых зрителей, встретить их. Подарить наши эмоции, нашу культуру. Спектр эмоций испытываем всегда, выходя каждый раз на сцену. Конечно, подпитываемся от зрителя, отдача есть. Поздравить ансамбль с десятилетием пришли солисты и коллективы филармонии. Без них не обходится ни один праздник. В ансамбле «Нур» надеются, юбилейный концерт станет отправной точкой перед серией выступлений и гастролей. Азамат Айтхалин, Битрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». В Павлодаре прошел конкурс красоты среди школьниц. Возраст участниц от 12 до 13 лет. Они выполняли различные задания, связанные с национальными традициями казахского народа. Подробнее наш корреспондент. В школьном конкурсе красоты традиционные этапы. Сначала визитка с рассказом о претендентке названиями с весна, затем презентация творческих способностей. Таланты разные. Дети пели, танцевали, исполняли спортивные элементы. Мы проводим для того, чтобы дети больше знали о традициях нашего народа, чтобы они делились традициями разных народностей Казахстана, которые сейчас живут в мире и согласии. Одна из участниц конкурса – четвероклассница Екатерина Гончарова. Готовилась к выступлению основательно. Подготовилась, я думаю, хорошо. Я буду показывать элементы художественной гимнастики, и я приготовила самцу. Я занимаюсь художественной гимнастикой уже 4,5 года. Занимаюсь профессионально. Оценивать выступление детей было непросто, отметили в жюри конкурса. Тем не менее, гран-при присудили воспитанницы детско-подросткового клуба «Балшуак» Ясмин Марат. Анель Исина заняла первое место. Азамат Айтхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Артем Буланов присоединяется к нам в студии со спортивными новостями. Знаю, что ты с восторгом наблюдал за победой Павлодарской пары на чемпионате Казахстана по спортивным балльным танцам. Давай рассказывай, как все прошло. Здравствуйте, дорогие зрители. Привет, Владимир. Начнем с того, что Нурасыл Канат и Инжу Рахым теперь чемпионы Казахстана. А через мгновение мы и наши зрители узнаем, почему футболисты Аксу не отправятся на очередной матч в Караганду. Всем привет, дорогие зрители. Это блог-влог программа. Проект номер один о хоккее Казахстана. Головой облет. Борис уже по традиции с первой весенней отепелью пакует чемоданы. И интересно, зачем был нужен дар индийц, если единственные медали системе принесет их молодежная команда. Европейский конфуз сырорки. Как так получилось, что доминирующий чемпион Казахстана не смог завоевать золото континентального кубка, когда все было в их руках? Также в объективе головой облет. Самая зажигательная пара нашей лиги. Герман Шапарев и Стас Педросян откроют шокирующую тайну. Шапарев – это моя вторая половинка. Головой облет – это все самое интересное из мира казахстанского хоккея. Не пропустите. Шестикратному чемпиону Казахстана засчитано техническое поражение. В стартовом матче сезона против «Шахтера» Астана нарушила регламент, выпустив на поле лишнего легионера. Кроме потери трех очков, клуб оштрафован еще и на более чем 600 тысяч тенге. В премьер-лиге тем временем отменен первый матч третьего тура. О переносе матча «Шахтера» Аксу на другой день официально сообщает сайт ПФЛК. Поле карагандинской команды попросту не готова. Не то что к встрече, а вообще к сезону. При том, что поединок в среду – уже третий тур чемпионата. Газон до сих пор покрыт слоем снега. Погода тоже не самая благоприятная. Принимая во внимание все факторы, один из которых – опасность для здоровья игроков, инспекция Федерации футбола приняла решение перенести матч. Павлодарцы меж тем были готовы к битве с лидером. Чтобы не сглазить, у ребят, в принципе, мы подошли к сезону в хорошей, чувствуется форме. Во-первых, мы прошли сборы без травм. Это уже хорошо, я имею в виду. Да, есть проблемы в плане… Ну, травма была у Мираза, но это бытовая травма, аппендицит. Основная проблема – это, конечно, группа нападения, которая там не в оптимальной форме. Восстанавливается Мираз Турлыбек, набирает форму Сергей Хижниченко. К команде опытный форвард присоединился за пару недель до начала сезона. Наигрывали в состав Максима Марусича. Однако по известным причинам украинский нападающий не может приехать в Казахстан. Из Эстонии вернулись на родной паркет баскетболиста РТШ после участия в Евролиге. И сейчас они играют в Атырау. В пятом туре Высшей Лиги подопечные Жолды с Байду Сеновой попытаются вернуться в призовую тройку. Правда, сделать это будет очень непросто. Соперники подготовлены отлично, да и опытные мастера в их составах могут решить любой эпизод. После матчей в Евролиге полдарцы только адаптируются к местному паркету. Но, по признанию ребят, трудностей быть не должно. Нет, мне кажется, вообще, наоборот, это даже плюс, что мы туда ездим и потом тут играем. Там даже заходишь на паркет, там уже атмосфера отличается, нежели от нашей. И другой класс там намного лучше. Настоящий баскетбольный триллер в рамках пятого тура показали баскетболисты из Жамбульской области и клуба Иртыш. В овертайме со счетом 110-106 победу праздновали соперники. Самым результативным игроком встречи стал Амирали Сулейменов, набравший 28 очков. В Туркестанской области на спортивной базе завершился чемпионат республики по парадзюдо. Порцы, представляющие Павлодарский регион, выступили удачно. Из пяти человек двое смогли попасть в число призеров. Дюсент Досанов лишь в финале с небольшим преимуществом уступил сопернику. Серебро также в копилку сборной принесла Мируерд Дейрханова. Свои поединки она завершала красивыми приемами. Такой результат позволил коллективу разместиться на шестой строчке в итоговой классификации. А у боксеров сейчас тоже не скучно, а региональный турнир преподнес немало сюрпризов. Турнир по боксу на призы Игоря Михайлова проводится уже в пятый раз. На ринге сильнейшие мастера из Павлодара и районов области. В качестве гостей из других городов бойцы из семьи, экибастуза. Хотя в планах организаторов был другой формат. Проводили среди ветеранов впервые в Павлодаре. Ветераны это у нас 35 и старше возраста боксеров. Тогда у нас приезжали Магисталовская область, Нурсултан город и с Павлодара были ветераны. Я планировал проводить ежегодно среди ветеранов. В этом году из Магистала не смогли выехать. У них там свои проблемы, сами понимаете. И я решил среди студентов сделать. Среди призеров турнира такие мастера, как Дос Жан Кабен, Берег Тимиржанов, Габас Дюсикенов и Бигзата Мангельдинов. Уже в скором времени им предстоит выступить в составе сборной региона. Восьмой комплект медалей сегодня разыграли на чемпионате республики. В Южной столице соревнуются мастера пулевой стрельбы, винтовки. В упражнении «Микс» наш Руслан Загита выиграл серебро, а ранее Павлодарец стал бронзовым призером в личном и командном зачетах. Кирилл Федькин – третий в индивидуальном первенстве. И дважды он достоился такого результата в составе сборной области. Далее на старт выйдут девушки. А в Павлодаре подвели итоги республиканского турнира по греко-римской борьбе. 13 региональных сборных и почти 300 борцов выступили в турнире, который традиционно собирает перспективных юйоров страны. Участников могло быть и больше, однако на местах тренеры провели жесткий отбор. Сокая степень конкуренции, которая позволяет закаливаться нашим ребятам. Я здесь с 2009 года каждый год приезжаю. Я еще помню, когда сюда были Киргизы, Узбеки приезжали. Сейчас, к сожалению, из-за этой ситуации границы закрыты, но весь Казахстан здесь буквально собирается. И вот как раз для ребят, которые более-менее уже подходят к такому уровню сборной Казахстана, для них это очень хорошая закалка, потому что здесь минимум надо 4-5 салата провести за день. Это вот именно тот самый стресс, который позволяет закаливаться и быть готовым потом к дальнейшему росту. Мемориал братьев Ермоленко для юниоров – трамплин в большой спорт. Ноги из чемпионов затем успешно выступают в первенстве республики и международных турнирах. Кроме того, этот старт традиционно проходит в начале сезона. Шанс попасть в сборную имеет каждый борец. Борюсь я на этом турнире уже третий раз, где-то два раза становился вторым, один раз первым. Этот турнир для меня тоже очень хороший. Самый неудобный соперник, когда будет мой брат. Мы с ним должны будем в финале побороться, если пройдем оба. Но есть еще в Аксу, но соперники тоже хорошо борются. Но на области я их выигрывал. Медали распределили в 11 весовых категориях. Отличный результат у актюбинцев. В их команде 5 победителей. А в весе 44 западно-казахстанцы заняли весь пьедестал. Боролись с ними Валерий Марченко и Денис Вабишевич. Повладарцы – вице-чемпионы. Аблай Ташимов – также серебряный призер. В финальном противостоянии братьев Дамаговых Саид оказался сильнее Мансура. Еще четыре медали у наших спортсменов – бронзовые. Это были новости спорта, но мы еще не обращаемся. Сейчас специальный информационный блок. Не переключайтесь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...